Наш круглый стол называется «Цифровая печать на тканях». Прогноз на 2021 год. И сегодня я немножко расскажу про теорию и практику мирового развития текстильной печати и, конечно же, про итоги печати в России. А все другие выступающие — это практические компании, те практики компании, которые занимают цифровой печатью. Это совершенно различные виды деятельности и виды печати, но это единый продукт, который получается. Моя презентация называется… Давайте подойду сюда. Моя презентация называется «Преимущество цифровой печати по текстилю для индустрии моды». Но перед тем, как перейти к основной теме, я хотел немножко рассказать о том, что такое цифровой текстиль, как он используется в мире, что из него делают и каковы мировые тенденции. Пока существующая мировая статистика, она касается только 2019 года. Данных за 2020 год в мире нет, но можно, зная, как прошел прошлый год, сделать некий прогноз, на что изменится. То есть по результатам 2019 года в мире основным продуктом, который печатался, использовался для… Основной продукт, выпускаемый с помощью цифровой печати, это цифровая печать по одежде, и вторая большая часть – это спортивная одежда и технический текстиль. Эти два основных направления моды, они будут продолжать развиваться, а вот если мы будем говорить про домашний текстиль, он будет расти опережающими темпами, а то, что касается рекламного текстиля, наверное, будет несколько уменьшаться, потому что спрос на него в мире падает. По итогам, опять-таки, 2019 года и до ковидным планам цифровая печать по текстилю занимала в мире всего порядка 7%. Можно прогнозировать, что по результатам 2020 года цифра, наверное, будет в районе 10%, то есть рост порядка в полтора раза. То есть цифровая печать развивается и развивается очень активно, и те темпы роста, которые были раньше, они, скорее всего, будут сильно больше. Это та вот интересная история, когда ковидные проблемы в мире, они послужили неким катализатором роста текстильной печати. Если говорить про страны и континенты нашей Земли, то разделение по цифровой печати было такое, то есть основных континентов было два, это Европа и Азия. Если называть те топ-5 стран в мире, которые печатали больше чего текстиля, то это Китай, Индия, Турция, Италия, Соединенные Штаты Америки, ну, все они делали разный продукт. Но эти пять стран занимали порядка 47% мирового объема производства цифрового текстиля. И вот эти цифры, они, наверное, интересны не фактическими данными, а вопросом, что случилось в 2020 году. То есть мне кажется, что Китай уменьшился в своих объемах производства, но уменьшился не сильно. В Италии все, наверное, не очень хорошо и достаточно грустно. Карантин продолжается и не заканчивается. Ситуация в Индии сильно плохая. Турция, как и мы, продолжает работать, и их объем, наверное, не уменьшился, а, возможно, в 2020 году даже увеличится. И большое падение будет в Соединенных Штатах Америки, но это связано с тем, что основной вид продукции, который был в Америке посвящен печати по текстилю, это рекламная продукция. Соответственно, там как бы основные потрясения случились. По данным международных исследований, мы пока, к сожалению, не можем их ни подтвердить, ни опровергнуть. Наш журнал только посчитал пока продажи оборудования в России. Мы понимаем, кто сколько покупает, кто что использует. Россия печатала в 2019 году порядка 40 миллионов квадратных метров цифрового текстиля. Это меньше, чем даже в Польше, а говорить про Китай, Турцию или Индию, в общем, достаточно тяжело. Это говорит о том, что у нас очень большой потенциал роста. Нам есть куда расти, и та ситуация, которая сейчас есть, она, в общем, наверное, нам на пользу. То, что делает журнал «Цифровой текстиль» уже несколько лет, мы внимательно изучаем все инсталляции оборудования, которые происходят в нашей стране. Это как промышленное оборудование, так и более простые принтеры. Если по итогам 2019 года в России было 29 принтеров, то 2020 год отметился ростом порядка 30%. Сейчас в России работает 38 промышленных принтеров, которые печатают по текстилю. Здесь представлено распределение по брендам. Но более важная, наверное, вот эта диаграмма, то есть большая часть рынка цифровой печати по текстилю промышленной, это печать по синтетическим тканям. В натуральных тканях у нас все достаточно грустно. Чуть больше 10 принтеров у нас работает. А если мы говорим о широких форматах печати до 3 метров, это всего один принтер на всю страну. И это основная проблема, которая, как мне кажется, у нас есть. У нас не хватает оборудования для цифровой печати. Очень интересно развитие пигментной печати в России. Всего один принтер из тех, которые показаны на предыдущей слайде, из 11, которые есть в России, всего один принтер печатает по текстилю. Его владелец сидит в первом ряду. Но в России есть уже порядка 50 принтеров, которые печатают по хлопку пигментными чернилами небольших принтеров. Различных производили, в том числе и китайских, которые занимают, как ни странно, сейчас треть российского рынка. И здесь есть принтеры как шириной печати 1,8 метра, так и 2,2 метра, так и 3,2 метра. И таких принтеров уже больше 50. Если говорить о том, что случилось в 2020 году, я больше про оборудование, наверное, все-таки. Про печать расскажут наши следующие выступающие. То есть выросли продажи промышленного оборудования для цифровой печати, активный рост продаж оборудования для печати по натуральным тканям. В сфере печати по синтетическим тканям, где используются сублимационные принтеры, тоже есть рост. И хочется отметить такую тенденцию, как использование в принтерах флуоресцентных чернил. И, как ни странно, прошлый год был отмечен падением продаж оборудования для печати по готовым изделиям и кроем. Так называемые DTG или футболочные принтеры просили очень сильно. Хочется верить, что это временная ситуация, и в следующем году будет взрывной рост. Давайте вернем все-таки к теме моего выступления. Что у нас происходит в России. То есть первое, я являюсь сторонником того, что ковид больше и больше требует создания локальных производств в тех странах, которые являются странами потребления. Наша страна является страной потребления текстиля. У нас много населения, мы более платежеспособны, чем Индия или Китай. Поэтому первый важный момент – это локальные производства в России. Следующий аргумент, он опять в пользу цифровой печати. Необходимы малые партии изделий. Всем хочется быть отличным от других и пусть чем-то, но отличаться. Там цветочки в красные, желтые или зеленые, но это уже как бы история про цифровую печать. Следующий аргумент – важен быстрый срок производства и доставки изделия к местам продаж. И то, что все более и более становится актуально, это потребность персонализации изделий. В сфере возможностей относятся все возможные виды цифровой печати по текстилю. А основная проблема, которую я вижу в нашей стране – это очень мало цифровых печатных производств. То есть мне кажется, что мы еще долго будем идти в ситуации, когда у нас возникнет конкуренция среди печатных производств. Мне кажется, что пока речь идет о том, что таких компаний очень мало, и они все дополняют друг друга, решая те или иные задачи. И несколько слов про индустрию моду и те преимущества, которые цифровая печать дает до индустрии моды. То есть первое – это сокращение времени вывода коллекции в продажу. Следующий важный момент, он, наверное, может быть даже не производственный, а коммерческий – это снижение складских запасов готовой продукции. Следующая очень важная ситуация – это изменение схемы движения товара денежных потоков. И после снижения запасов готовой продукции речь идет, что цифровая печать позволяет снизить и складские запасы готовых тканей на складе. По поводу, вот еще хотел два слова сказать, по поводу сокращения вывода коллекции в продажу. Возможности цифровой печати позволяют очень быстро создавать много различных вариантов дизайна и отшивать большое количество образцов, уже из которых можно выбрать, что будет использоваться спросом. Снижение складских запасов готовой продукции, оно обессловно тем, что выпуск изделий малыми партиями позволяет оперативно осуществлять производство и печать, в том числе и по требованию. И очень важный момент связан с тем, что возможность продажи через социальные сети, через интернет позволяет производить продажу изделий по образцам, когда то, что представлено на вашей витрине, оно даже не произведено, и будет произведено ровно в тот момент, когда этот товар будет оплачен. Схема товарно-денежных потоков. В традиционной схеме производится большая партия товара, за него платятся деньги, он приезжает по магазинам, долго там лежит и продается, и мы ждем, когда деньги вернутся. Цифровая печать позволяет реализовать совершенно другую схему. Поставка продукции в магазины или конечным клиентам осуществляется после того, как за них заплачены деньги. То есть мы сначала продаем, а потом производим. У нас нет ни ликвидов продукции. Меня это, с одной стороны, расстраивает. Я очень люблю посещать аутлеты и покупать по сниженным ценам какие-то товары. Цифровизация это, к сожалению, наверное, прекратит, но, с другой стороны, каждый получит тот товар, который он хотел получить, тот товар, который он хотел сделать. И снижение складских запасов ткани является очень простым выводом из ситуации, связанной с печатью. На складе находятся только белые ткани, которые запечатываются и персонализируются под заказы клиентов именно в тот момент, когда они становятся нужны. То есть ткань в красный, желтый или зеленый цветочек появляется из белой ткани ровно в тот момент, когда она становится актуальна. Хотел еще вернуться к нашему журналу. Журнал «Цифровой текстиль», он у всех у вас лежит на стульчиках. К выставке мы сделали специальный номер, в котором как раз есть данные про российский рынок. На журнал можно подписаться. Единственный журнал в России, посвященный этой тематике. Да и в общем, наверное, в мире не так много журналов, которые пишут на темы печати по текстилю. Читайте, подписывайтесь, посещайте наш сайт. Зачем интересно еще посещать сайт? У нас на сайте сделан каталог компаний, которые занимаются печатью, декорированием текстиля. Есть несколько компаний, которые занимаются швейным бизнесом. Если вам нужно найти каких-то партнеров, то это можно сделать у нас на сайте. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с технологиями, с компаниями, какими-то вопросами, связанными с бизнесом по цифровой печати, по текстилю, вы можете обращаться как в нашу редакцию, так и непосредственно ко мне. Так, куда делись? Контакты. Я на этом, наверное, все, что хотел, рассказал. Я буду готов в конце, наверное, ответить на вопросы. А сейчас хотел слово передать Александре Калошиной. Солт-студия – это, наверное, крупнейшая фабрика в России. Что, не крупнейшая, Александра? Вы первая и крупнейшая на фабрике России, которая занимается именно цифровой печатью. Михаил, спасибо, добрый день. Первая, может быть, но крупнейшая, занимаясь печатью 20 лет и зная, какие бывают фабрики, и видя все, мы растущая фабрика, как и все производства, которые здесь сидят. Мы все растущие и когда-нибудь будем крупнейшими все, и, может быть, не только в России. Я буду очень краткой. Сначала немного о нас. Я вижу многих коллег, представляться далеко не буду, просто много широко не буду. Просто напомню, что мы фабрика, мы студия цифровой, студия дизайна ткани, которая хорошо развивается, и бренд, на котором мы опробуем все, что напечатали у себя на фабрике, в первую очередь проходит апробацию в бренде. А потом уже мы пускаем эти ткани для клиентов и так далее. Мне интересно, конечно, я, к сожалению, буду вынуждена убежать. Мне интересно было послушать коллег, как идет развитие. Мы потихоньку сейчас начинаем преодолевать последствия пандемии. Вот февраль закончили практически с расчетными цифрами, что очень радует. Это значит, что все, потихоньку поднимаемся с колен. Я очень много беседую с зарубежными коллегами. Мы связаны с зарубежными производствами, собственно говоря, где мы всему научились. И я вот вижу, какие трудности испытывают сейчас итальянцы в связи с своими закрытиями. Два дня назад опять Милан посадили в красную зону. И вот как трудно сейчас идет вперед вся ситуация во всем мире. В этой сложной ситуации у нас, конечно, есть потрясающее преимущество. Здесь на выставке мы сейчас запустили и открыли программу готовой ткани. Для нас это что-то очень новое, потому что мы понимаем прекрасно, что преимущество цифровой печати не работает на склад. И мы пошли в обратную сторону. То есть мы сформировали небольшие складские запасы, готовые ткани с рисунком. В расчете мы все время с вами работаем на B2B. Вот мы сейчас идем на B2C напрямую, потому что мы хотим себя поддерживать. Поэтому развиваем еще больше студию дизайна, делаем ее. До этого мы рисовали рисунки, которые продаются по всему миру. То есть мы поставляем рисунок в 30 стран мира. Но это совершенно отдельное рисование. Наша страна требует совершенно другого дизайна. Вот мы сейчас ушли в наш региональный рисунок. И вот здесь на выставке как раз презентовали эту программу. Я хотела бы сказать, что основная проблема, которая сейчас есть для нас, как мы ее чувствуем, это сырье. Качество сырья начало падать еще где-то лет 6 назад, может быть даже больше лет 8 назад. Мы наблюдали это, как переживают наши зарубежные коллеги, когда печатали не на своем оборудовании, а на итальянском, турецком стояли у этих машин. И боролись с проблемами, которые плохое сырье вызывает потом, результатами, которые плохое сырье вызывает уже для наших клиентов, результат, которым она приводит. Сейчас мы это испытываем в полной мере на себе. И, конечно, вот здесь, мне кажется, есть… могли бы решать эту проблему сообща. Мы хотели бы сделать специальную программу сырьевую. И если кто-то думает в том же направлении, мы призываем и предлагаем объединиться. То есть мы готовы вкладывать средства для того, чтобы закупать сырье совместно с кем-то, хорошо отработать, сделать хорошую оценку поставщиков, то есть подойти к этому со всей серьезностью. То есть мы эту программу в любом случае будем вынуждены делать, поэтому ждем партнеров. Спасибо. Это серьезная проблема, то есть проблема выбора тканей сейчас, наверное, очень тяжело стоит. Оборудование проще купить и не учиться на нем работать, чем подобрать сырье. Спасибо, Александра. Следующее выступление Михаил Купавцев, компания Димитекс. Его тема называется «Время цифры. Почему будущее за печатью на хлопке?» Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Можно, да, включить мою презентацию? Меня зовут Купавцев Михаил. Я здесь вижу действительно много коллег, много знакомых. Но немножко представлюсь. Я основатель и генеральный директор компании Димитекс. Мы занимаемся печатью на тканях, на синтетике, на натуральных тканях. Вот совсем недавно начали печатать. Простите. Собственно, цифровой печатью я, конечно, занимаюсь намного меньше, чем моя коллега Александра. В общем, я для себя так определил. Если бы сублимация была девушка, я бы на ней женился. Это у нас бы в этом году была медная свадьба. Ну, на самом деле, это, ну, прекрасный союз. Это была бы отличная жена. Очень понятная, очень спокойная. Если говорить про технологию, то чем отличается сублимация от прямой печати, что вы работаете фактически с одним материалом, это с бумагой. У вас нет никаких проблем, что она там тянется, что она, у нее неправильная геометрия. Вы настраиваете бизнес-процесс только, да, вы настраиваете только один бизнес-процесс, это печать, собственно, на бумаге. А когда ткань переводится в каландре, это значительно проще, потому что ткань в каландре можно двигать, натягивать, релаксировать, поправлять и так далее. То есть процесс печати на синтетических тканях значительно проще, чем прямая печать на ткани. Более того, когда вы, когда говорить о серьезном бизнесе и в сублимации, это сделать намного проще. То есть процесс, точнее, путь от заявки там до отгрузки готовой продукции, он очень простой и можно выстроить систему. Мы буквально там, наверное, за 4 года смогли действительно построить фабрику и там мы на производство даже там не заходим, по большому счету. Иногда там целую неделю можно не заходить, потому что знаем, что сотрудники со всем справляются. В натуральных тканях такая проблема, ну, точнее, такого нет. Это всегда какой-то челлендж, это какая-то новая история. Приезжает новая ткань, она себя ведет по-другому, она требует там дополнительной обработки, то есть история совсем не о сублимации. Если говорить о печати на синтетических тканях, мы знаем клиента, знаем, кому нужна, знаем ниши. У нас там есть клиенты, которые делают одежду для велосипедистов, для конькобежцев, гимнастов, тенты, палатки, то есть рекламный текстиль. Все очень понятно, прозрачно и самое главное, из-за того, что там очень высокая конкуренция, нужно просто купить хорошую, нормальную производительную машину, у нас МС итальянская, соответственно, вы настраиваете один раз бизнес-процесс, можете конкурировать, ну, фактически с Китаем, то есть вы даете очень конкурентную цену, ваши клиенты растут, ваши клиенты на этой низкой цене, соответственно, выделяются среди конкурентов, они растут, растем мы. С натуральными тканями такая проблема не прокатывает. Значит, ну, я могу много говорить о сублимации, это прям, я говорю, моя любимая женщина, но поговорим немного о плохом сублимации. Почему, собственно, так слайд называется, привет, Грета. Вполне возможно, что не она пропускала уроки, а пропускали уроки мы, потому что ковидная ситуация показала, насколько уязвим мир. Да, насколько уязвим мир. Ну, если можно, давай, да, ладно, я продолжу. В общем, ковидная ситуация показала, насколько уязвим мир, и все ученые... Не, я, наверное, подожду. Паузу давайте, да? Паузу на объявление, да? Евгений, может, анекдот? Есть анекдот текстильный. Как раз музыкальная пауза, как в что, где, когда. Приглашаем Евгения. Да. Ну, теперь на английском. Ну, хорошо, я буду просто громче кричать. Значит, почему я считаю, что уроки пропускали мы? Потому что на текущий момент, вот буквально там 2-3 года появились нормальные, серьезные исследования о том, что повышение климата, повышение температуры на Земле это точно антропогенный фактор и никакие там не геологические процессы. Соответственно, ученые всерьез об этом задумались, потому как мы влияем очень сильно на окружающую среду, на нашу планету и то, что нам кажется, что какую мы проблему преодолели с ковидом, это может оказаться детским садом. Поэтому сейчас там в Америке вот новый президент однозначно будет поддерживать линию зеленых, ну и причем здесь, собственно, пластик, потому что одной из важнейших проблем это загрязнение мирового океана микропластиком. И это приводит к вымиранию видов и самая главная причина загрязнения мирового океана это синтетическая одежда, потому что пластик только кажется таким красивым, ровным, атласным, по факту при стирке он выделяет очень много микропластика вредного, который попадает в океан. Поэтому, а? Одежда. Нет, нет, нет. И стиральная машина, когда вы стираете, микропластика попадает в сточные воды и это все идет в мировой океан. Я сброшу обязательно статью. В принципе, можете подписываться, обещаю завтра выложить ссылку на эту статью. Дальше. Но о пластике поговорили, о синтетике поговорили. В принципе, тема классная, могу долго говорить, но поговорим о хлопке. Вот смотрите, я буквально вчера готовил презентацию, очень быстро готовил. Это теги в инстаграме. Хлопок 2,3 миллиона, ткани 2 миллиона, то есть на третьем месте это бортики. Следующий там сатин, то есть слово ткань, например, она встречается реже, чем слово бортики. Вот по поводу, я говорю, самая главная проблема, с которой встречаемся мы, ну я говорю, я потому что пришел из синтетики, я знаю, что это очень важная проблема. Это высокая цена. Мы не можем дать низкую цену, потому как для этого нужно хорошее высокопроизводительное оборудование. А высокая цена не позволяет развиваться рынку. Вот почему здесь бортики, такой популярный запрос. То есть сейчас те, кто занимаются, те, кто Михаил показывал, у кого есть принтеры, они у них всех, и у нас тоже в том числе есть клиенты, которые делают ткань для групп в инстаграме. Наверняка кто-то там, бортики, панели, конверты на выписку, это все однозначно есть. Почему эта тема развивается? Потому что, когда у вас стоимость печати, ткань с печатью там 600-700 рублей, ну очень тяжело, например, на толстовку, например, там 1,8 метра уходит. И это очень высокая себестоимость. Соответственно, желательно на каждом метре делать какую-то продукцию. То есть максимально его кроить, уменьшать, чтобы в итоге у вас там, не знаю, делать какие-то кошельки. Ну вот для примера, есть, я уже забыл, какая группа в инстаграме. Я открыл, цены смотрю, а там 40 рублей за единицу, 60 рублей за единицу. Я думаю, вот это, вот это подарок, кто это же делает, я готов покупать. Оказывается, это за 10 сантиметров ткани. То есть там 60 рублей продают просто, кто-то кому-то надо 10 сантиметров ткани. Это все связано с тем, что очень высокая стоимость печати. Это проблема. Понятное дело, я менеджеров учу, сам рассказываю о том, что, ну понимаете, сублимация очень простая. Напечатали на бумаге, поставили на каландр, все, готовая продукция, здесь нужно ткань подготовить, пропитать, напечатать через зрелиг. Короче, это все просто сказки. Для клиента нужна низкая цена. И по большому счету, вот только когда мы все, наверное, научимся там координировать наши действия, закупки, отстраивать бизнес-процессы, когда цену можно понизить там в два, в три раза, чем сейчас, тогда это будет, вот здесь будет там, не знаю, футер, там, не знаю, кульирка, а не бортики. На самом деле, Миша, детский ассортимент же, он самый благодарный. Конечно. Ты же самый отец молодой. Ты понимаешь, что на ребенка ты потратишь любую сумму денег. Я понимаю. Так же и жена покупает платье, так же и жена покупает одежду, но она не купит никогда. Дети быстрее ее пачкают и быстрее вырастают. Согласен. Значит, одна, точнее, следующая проблема, о которой тоже очень, вот как раз Александр говорил, поэтому я не буду здесь долго останавливаться, это проблема с тканями, потому что, вот, когда я готовил прайс-лист в синтетике, мне там 200 позиций вышло. здесь очень тяжело бывает там и 40 позиций в прайс-лист ставить, потому что все ткани плюс-минус всех одинаковые, никакого ассортимента ты не можешь предложить. Соответственно, когда нет ассортимента, не появляется крутых идей, крутого продукта. Я на этом не буду сосредотачиваться, посмотрим дальше. Еще очень важный момент, это вот мануфактура или фабрика. Собственно, когда появился в Англии паровой двигатель и ткацкий станок, производительность увеличилась 40 раз. Вот у нас такое ощущение, что я вот общаюсь с коллегами, у нас больше мануфактура, потому что каждый заказ приходится там вручную отслеживать, потому что, вот я говорю, я сравниваю с сублимацией, нельзя просто взять и уехать, не знаю, в отпуск на 30 дней, потому что всегда есть какие-то проблемы, печатника нужно обучать, новые ткани, новые проблемы, поэтому здесь очень много ручного управления и отстроить бизнес-процесс очень тяжело, а это, соответственно, опять же влияет на себестоимость, потому что вы не можете максимально автоматизировать свой процесс. Вот там наш коллега из Холофайбера, это мы как раз про сублимацию, о том, что очень много тканей, вот это мы делали на Холофайбере, спасибо большое. вот это был очень сложный процесс, но я вам говорю, вот в сублимации чем хороша, что она позволяет просто взять любой материал и нанести как угодно, вот у меня где-то есть даже фотография, как мы это переводили, правда это переводили мы пять человек, я тебя сбрасывал как раз, да, ты видел, вот, соответственно, в прямой печати, к сожалению, таких экспериментов не удастся сделать. да, мы говорим о будущем, собственно, и тема у меня, о том, что нас ждет впереди и при чем здесь Яндекс. На самом деле, вот мы с Максимом разговариваем, Максим, подними руку, из компании Konica Minol, там мы как раз вчера разговаривали о будущем и о том, что рынку, скорее всего, понадобится в будущем. При чем здесь Яндекс, наверняка там многие москвичи уже видели беспилотные такси по Москве ездят и в ближайшем будущем просто тема будущего она очень благодатна, потому что можно делать прогнозы, все равно никто за этим не следит, а говорить можно долго. Поэтому я все равно предположу о том, что роботы будут постепенно заменять всех нас, живых людей во всех сферах. Какие-то сферы наверняка останутся, и здесь это вопросы, наверное, там философские или социологические, но роботы будут заменять, будут освобождаться там водители такси, бухгалтера, юристы, писатели, фотографы и так далее. И все это будет приводить к огромному рынку незанятых людей, которые должны быть чем-то заняты. И вот один из способов занять и заработать как-то мы видим вот как раз по предыдущему слайду по поводу бортиков. То есть купить швейную машину, купить ткань, сделать группу в социальных сетях и продавать свою продукцию, это очень простой способ поддержать свою семью. Поэтому, мне кажется, в будущем как раз печать на хлопке, она имеет место быть, но это нужно максимально автоматизировать, максимально упростить работу. И вот здесь как раз, Женя, если расскажешь о своем опыте в типографии, он может как раз рассказать, как уметь обрабатывать 300 заявок в день. Как можно обрабатывать 300 заявок в день. Вот эта ситуация должна обязательно произойти и в текстиле. Спасибо вам большое за внимание. Наверное, никто не читает слайды. У него там заложники делают презентации. Там была шутка. Спасибо вам большое. Спасибо, Михаил. Следующий микрофон передается Евгений. Раз-два, раз-два? Да, работаю. Михаил просил шутку. Я нашел шутку про Гретту Тунберг. Знаете, что она оказывается внучка Карлсона и Фрэкенбок, потому что все время недовольный жужжит. Да, там есть моя презентация Тимощенко. Там больше нет. Я последний, наверное, да? Да. Итак, мое выступление называется очень просто. я буду повторять одну из своих любимых в последнее время презентации. Называется «За что нам платят деньги?» Кому интересно, за что платят деньги цифровым компаниям, которые печатают на текстиле? Поднимите руки, пожалуйста. Так, никому не буду я ничего говорить. Уходи, уходи, уходи. У нас будет интерактивное с вами общение. Но, в общем, еще раз, продолжая тему, которую затронул Михаил, мы действительно очень автоматизированная компания. мы группа компании «Вишневый пирог». Основной наш бизнес это печать на бумаге, мы делаем полиграфию, рекламную упаковку и так далее. Наша отличительная черта, что мы обрабатываем большое количество заказов. Вот в декабре месяце мы обработали 8600 заказов за месяц. То есть это в среднем от 300 до 500 заказов в день у нас были такие объемы. Что такое заказ? Заказ – это, соответственно, то, что пошло в работу, это заказ клиента, какой-то монопродукт. Персонализированный. Персонализированный, да, при этом. Соответственно, нам нужно принять файлы, оформить этот заказ, изготовить его, упаковать и отправить. Если вы считаете, что это большие цифры, для нас эта цифра не очень большая. Был такой момент, когда мы занимались одним из персонализированных продуктов, и у нас был объем производства и отгрузки персональных детских книжек, которые были индивидуально напечатаны для каждого ребенка, мы отгружали 2000 посылок в день. То есть мы могли обработать такой объем заказов. То есть автоматизация, она действительно позволяет сделать большой поток и объем заказов. Зачем это нужно? Как вы думаете? Есть? В принципе. Почему Михаил говорит, что это важно? Он не сказал, почему это важно и почему это нужно. Ну, ты говоришь, удешевить, но нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что каждый вот этот цифровой заказ, каждый этот заказ от клиента, он очень маленький. Он стоит очень мало денег. Когда к вам приходят и готовы заплатить много денег за один квадратный метр печати на любом материале, синтетики, хлопки, ткани и так далее, это может быть большая сумма за квадратный метр, но это маленькая очень сумма в стоимости заказа. Это все равно, что вы выходите, открываете Яндекс, вызываете такси, и оно может вам стоить там сколько? 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. Представьте себе, почему раньше не было таких цен? Потому что вам нужно было позвонить оператору, он там вручную искал машину, и была очень другая совершенно утилизация использования автомобилей. Ну ладно, я вернусь к своей теме. Если вам все-таки неинтересно, но я расскажу. Всего 4 вещи, за которые платят деньги клиенты компаниям, которые печатают цифровым способом все что угодно. Но мы сейчас говорим про текстиль. Это быстрая мода, это длинный хвост, это концепция сначала попробуем, потом поедем, и это семиотика одежды. Кто знает, что такое длинный хвост? Никто не знает? Отлично. Что такое семиотика? Кто-нибудь знает? Ну, у вас как минимум будет 2 новых слова в лексиконе, когда вы отсюда уйдете. Итак, есть быстрая мода, да? Мы все помним. Вообще, эта презентация готовилась в прошлом году, и это было актуально на тот момент. Тогда еще не было ковида, и никого не закрывали дома. И, соответственно, мы обсуждали, как бренды часто обновляют коллекции, как они там быстрее и быстрее начинают выпускать эти коллекции. Цепочки поставок, которые уменьшаются до двух недель, и все это становится актуально. В общем, нафиг это никому сегодня не нужно. Мы с вами в 2021 году. Почему это никому не нужно и не важно? Потому что нет больше ценности бренда в 2021 году. Вернее, она есть, но она не сопоставима. Маленький бренд, который вы можете создать и придумать сегодня, прямо сейчас, он будет примерно иметь такую же ценность в глазах любого покупателя, как и большой бренд некоторое время назад, ну или через какое-то время. Продолжают люди потреблять продукты, продукцию, текстиль и все остальное. Продолжают. Они продолжают покупать. Но покупательская способность изменилась. Что мы с вами увидели за последний год? Какая самая большая тенденция в мире текстиля и… Персонализация. Нет, не персонализация. Где стали люди покупать все, что они хотят и покупают? В интернете. Они стали покупать это все в интернете. То, что мы слышим, там многократные росты разных маркетплейсов, продаж в онлайне и в принципе всех технологий, которые связаны с заказами в онлайн. А что это значит для нас с вами или для тех, кто у нас с вами покупает? Каждый имеет возможность сейчас попасть на большой рынок. Каждый может придумать свой продукт, придумать дизайн, сделать его и продавать бесконечному кругу покупателей. Вот кто из вас занимается продажей текстиля? Ну, наверное, в той или иной степени все. Но кто продает какой-то готовый продукт? Так, мне нужны активные люди. Отлично. Отлично. Кто из вас торгует на маркетплейсах? Никто. Ничего себе. Вот это здорово. Они сейчас торгуют. Я подниму руку. Я подниму руку и мы продаем продукты через маркетплейсы. Это очень маленький для нас объем заказов, но мы ежедневно отгружаем сейчас… Можно я скажу? Да, это не секрет. Мы отгружаем сейчас от 10 до 30 заказов в день через маркетплейсы. Мы не работаем с самым большим маркетплейсом Wildberries, но мы работаем, например, с Азоном. И мы отгружаем до 30 заказов в день. Там нет текстиля. Мы еще до этого не дошли. У нас не дошли руки. Но мы продаем коробочки, упаковку, простые какие-то вещи, пакетики, и у нас это покупают. Так. Цифровые технологии, про которые мы сейчас говорим, они очень сильно снизили стоимость захода на эти рынки для наших же клиентов. Если вы хотите сделать оригинальную вещь, вы можете зайти на этот рынок и сделать очень любую эксклюзивную, интересную вещь и начать ее продавать бесконечно к большому количеству клиентов прямо сейчас. Это значит, что вы можете перейти через одну концепцию. Мы поговорим. Трайден старт. Что такое длинный хвост? Знаете, да, анекдот про волка и красная шапочка? Красная шапочка. Ну как это, когда волк говорит, это не хвост, и густо покраснел. В общем, это не про то. Длинный хвост, про который я вам говорю, про другое. Запомните эту концепцию. Это очень интересная вещь. Есть книжка, которая называется «Длинный хвост». Она рассказывает про успех на сегодняшний день самого богатого, нет, не самого, второго по богатости человека в мире. Кто второй по богатости человек в мире на сегодня? Владелец Амазона. Правильно. А кто первый? Я читал книжку. А кто первый? Говорят, что Илон Маск теперь самый богатый человек в мире, а второй теперь Джефф Безос. Джефф Безос – это компания Амазон. С чего начинал Джефф Безос? На чем основан его бизнес? Он продавал книги. Все верно. В чем концепция Амазона и в чем она заключается? Когда вы продаете книги, даже в самый большой книжный магазин, вот самый большой книжный магазин находится в США, сколько там книг, сколько наименований книг там продается. Предположите, ребят, давайте. Десять тысяч. Нет, больше. Четыре миллиона меньше. Давайте еще. Короче, в самом большом книжном магазине живом, где можно потрогать книги, продается двести тысяч наименований книг. Это четырехэтажный огромный универмаг, где продается двести тысяч наименований книг. В то же время, примерно в 2008-2010 году на Амазоне в тот момент продавалось четыре с половиной миллиона наименований книг. И самое главное, на чем строится продажа? Вот это график продаж. Здесь у нас в голове динозавра. Хиты и всякие штуки, которые продаются массово. То есть, если вы придумали офигительный, модный, крутой дизайн трусов, и его начали продавать сотнями тысяч, то ваш товар будет находиться вот здесь. А как будет определяться количество денег, которые вы заработали? Соответственно, количество продаж, умноженное на стоимость, и вы получаете площадь динозавра, которая дает вам объем выручки. Не сложно пока? Математика нормально заходит? А что же такое длинный хвост? Длинный хвост – это хвост динозавра. Так вот, Джефф Безос выяснил, что если он выложил четыре с половиной миллиона наименований книг, а дальше потом аудиотреков, там, не знаю, товаров и всего остального, как вы думаете, вот из этого большого количества в год будут такие товары, которые не продаются ни разу? Их нет. Хотя бы один раз любой продукт продается на маркетплейсе. Представьте себе, чем больше наименований товаров у вас есть, хотя бы один раз этот товар продастся. Найдется тот дурак, который где-нибудь в своем дальнем углу США в какой-нибудь деревне купит тот самый, не знаю, трек индо-группы, который продается только на Амазоне. Больше его нельзя нигде найти. И это длинный хвост. Вы находите огромное количество ассортиментно-именований, которые вы продаете. А, так было удобнее, извините, я на динозавре показывал. В общем, это концепция продажи нехитовых товаров. Почитайте книжку, она очень классная. Трайвен старт. Попробуем, потом поедем, за что нам платят. Сколько стоит напечатать одну книгу, как вы думаете? Я сейчас буду обращаться к книжному рынку, потому что вот этот пример Безоса и книжного рынка, книжный рынок далеко ушел от текстиля. Он уже, не знаю, на 10 лет вперед, можно оттуда черпать идеи. Для того, чтобы напечатать одну книгу, вам все равно нужно сделать дизайн книги. Нам нужно сделать дизайн всегда. Нам нужно сделать верстку, нам нужен корректор, редактор, ретушь, спуск, печать и так далее. Для того, чтобы сделать одну книгу, нужно сделать огромное количество работы для того, чтобы ее выпустить. И печать этой книги это всего лишь верхушка маленькой пирамиды, которая в основе лежит и которая очень сильно большая для того, чтобы сделать всю эту работу. Если мы говорим про бизнес-издательство, популярность или место издательства в жизни на рынке определяется количеством наименований, которые у него есть в портфолио. Точно также, наверное, для текстильных компаний, которые печатают ткани, количество дизайнов определяет их уровень и их возможности объема. Верно? Или количество наименований продукции и дизайнов этой продукции определяет наши возможности по продаже? Ну как минимум одну штуку мы знаем, что у нас купят из всей этой коллекции. И вот это вот количество наименований книг, оно показывает, что можно сделать. А теперь мы попадаем с вами снова в 2021 год и понимаем, что у нас есть компьютерные технологии, у нас есть как бы современный мир и у нас есть возможность генерировать и продавать дизайны, даже не производя первый самый экземпляр продукции. То, о чем говорил в начале Михаил. Мы можем сначала придумать, потом получить деньги, потом уже делать хоть что-то. У нас есть технологии мокапов, у нас есть технологии… Знаете, что такое мокап? Кто знает, что такое мокап? Так, один человек, два, три. Надо рассказать, что такое мокап, покивайте, да? Это графический файл, вот эта футболка, она представляет себе графический файл, мы можем накинуть на него любой дизайн. И вы можете создать футболку любого дизайна, ну, взяв, соответственно, исходный файл, на который вы накладываете изображение и взяв изображение, да? Человек может наложить туда свой дизайн, он может положить, там можете положить туда дизайн вашего дизайнера и так далее. Если хотите посмотреть, как это работает, минута, секунды рекламы, да? Можете зайти на наш сайт. У нас есть сайт по заказу индивидуальных принтов на подушках. Печать котов.рф. Печать котов.рф. Сайт, где можно заказать индивидуальную подушку с принтом плюшевую. Вы заходите на сайт, там есть кнопочка собственный дизайн, загружаете, вот можете меня сфотографировать, загрузить эту фотографию, посмотреть в 3D объект, который будет показывать, как она будет выглядеть. И завтра вам эту подушку сошьют и отдадут. Не скучно пока? Нормально? Давайте перейдем к семиотике одежды. Это самое главное, за что платят компаниям, которые производят и продают одежду и особенно платят за индивидуальность. Что такое семиотика? Семиотика это наука о знаках и знаковых системах. Запомните, очень интересная наука. Она говорит нам о том, что люди хотят сказать. Когда человек надевает на себя одежду, кстати, сколько информации мы получаем с вами через зрение, вы знаете? У нас есть несколько органов чувств. Это зрение, слух, обоняние и осязание. Сколько информации мы получаем через зрение? 40% мало. Говорят, что от 80 до 95% мы получаем информацию через зрение. А теперь внимание. Вот смотрите, мы с вами смотрим, мы что-то думаем и понимаем, насколько мы судим о человеке по его одежде. Сколько информации дает нам его одежда? Мы до 40% информации о человеке и мнения о человеке получаем через его одежду. То есть одежда это один из самых известных, самых древних и самых универсальных языков, которыми люди говорят друг о друге. Что такое семиотика одежды? Вот смотрите на меня. Что я вам говорю своим внешним видом? На мне надет пиджак, значит, я делаю вид, что я деловой человек. У меня рубашка не заправлена, это значит, что я раздолбай, с джинсами его надеваю. Но у каждой группы людей есть своя, соответственно, семиотика. Люди своей одеждой указывают принадлежность к какой-то группе. Известная, понятная семиотика у людей на картинке. Или это. Мы, смотря на человека в определенной одежде, сразу делаем определенные выводы. Что же это такое? Человек, надевая определенную одежду… Да, я тоже смотрю и да, мне тоже нравится эта картинка. Мы каждый день, надевая одежду, выражаем свое настроение, отношение, понимание, уважение, все что угодно. И хотим принадлежать к определенной группе людей. Как мы выбираем одежду, как вы думаете? Это сейчас теоретическая часть, она не очень простая. Как мы выбираем одежду? Так же, как и все остальное. Мы сначала придумываем, что мы хотим сказать, а потом берем это из шкафа. А если мы не можем это сказать или выразить, мы что? Сейчас идем на Wildberries, там, не знаю, на Озон, или идем в магазин, или идем на сервис и заказываем себе какую-нибудь одежду индивидуальную и персональную. Уже забыл. Ну, в общем, да, сначала человек, когда он что-то хочет купить, создает образ себя, а потом находит вещи, которые под это подходят, да? И за индивидуальные вещи, сейчас приземлим к нашей теме, за то, что человек может выразить свои идеи, он готов заплатить гораздо больше. Понимаете? Да, Михаил? Я прощелкаю, я уже забыл. Да, кстати, про одежду, да, и выражение. Знаете, есть такое выражение одеваться, как Стив Джобс. Да? Вы знаете, да, есть ранний Стив Джобс, средний, был, был, извините, ранний Стив Джобс, средний Стив Джобс, последний Стив Джобс, да? Есть люди даже на эти, на мероприятия для молодых инноваторов людей не пускают, если они одеваются, как Стив Джобс. Это такой запрет у них стоит, то есть. Если посмотрите, да, это эволюция одежды Стива Джобса. Ну, в общем, мне кажется, он в конце вот рубашечку начал надевать, но в принципе ничего не менялось. То есть мы переходим к твоей рубашке, по видимости? Да, можем перейти к моей рубашке. То есть каждый человек хочет что-то сказать своей одеждой. Вот я, например, хочу вам сказать что-то своей рубашкой. Моя рубашка, они маленькие вишенки, потому что нашей компанией называется Вишневый пирог. Эту рубашку, ну, она напечатана в двух экземплярах и пошита для меня персонально. И я ее надеваю на такие выступления, чтобы она подольше еще послужила. Но, в принципе, когда я об этом рассказываю, все начинают присматриваться, и потом вы никогда не забудете чувака в рубашке с вишенками, да, который рассказывал про индивидуальные персональные принты. Он смог себе позволить такую рубашку? Он знал ее, где заказать. Очень многие хотят и могут позволить. В чем же суть, за что платят деньги люди? Очень многие хотят выделяться, очень многие хотят чем-то отличаться. Но очень немногие могут создавать образы и могут транслировать какую-то ценность и информацию в окружающий мир. Поэтому очень многие, придумывая свои модели, они копипастят чужие идеи, они присоединяют чужие идеи. Поэтому вот ты говорил, куда пойдут все таксисты и все остальные, кого Яндекс поработит и выгонят с работы. У человека всегда есть возможность заниматься творчеством. Человек всегда может создавать интересное и выдавать свое видение мира. Поэтому люди, которые создают новые идеи, создают новые образы, они очень интересны нашему рынку, да. А мы, как сервисные компании, всегда готовы принять и обработать и эти заказы реализовать как бы в натуральном виде. Ну в общем, в принципе у меня все. Еще раз повторюсь. Рекламная пауза, да? А, да, да, есть рекламная пауза. Вот это сейчас. Оп, да. Если вы захотите что-то напечатать в нашей компании, я не люблю про это говорить, мы просто всегда, нам не нужно рекламироваться, все наши работы говорят сами за себя. Все недовольные уходят, все довольные остаются. Так как мы растем, значит, мы все делаем правильно. Все сказал. Printtxtile.ru наш сайт, там есть адрес. Расскажи еще, может быть, цифру, во сколько вы выросли за те несколько лет, что вы занимаетесь стиксилем. Мы выросли с нуля до огромного объема за последние 2-3 года, которые мы занимаемся печатью на ткани. Ну, я не знаю, мне очень как бы было странно слушать Александру. В общем, в прошлом месяце, в феврале, к прошлому году у нас прирост по печати на ткани 100%. Мы удвоились в прошлом месяце к прошлому году. Мы хорошо и быстро растем. У нас как бы вот все наши идеи, они потихонечку выстреливают. И добро пожаловать, если захотите пообщаться. Если есть вопросы, задавайте. Итак, еще раз финализирую. За что платят деньги компании, за что платят деньги потребители, когда они хотят покупать что-то дорогое и вот такое у нас. Они платят деньги за индивидуальность, они платят деньги за то, что они могут получить то, чего не могут получить в другом месте. Они платят деньги, в общем, за создание нового, конкретно индейного образа себя. Как это? Создают лучшую версию себя. Я донес свою мысль, господа. Спасибо, Евгений. И Михаилу еще ответ. Знаешь, почему бортики такие популярные? Потому что люди любят секс. И поток детей не останавливается. Понимаешь, что бы ни происходило, дети появляются постоянно. Но ты же не будешь брать старые бортики от того ребенка, который был у тебя вот этот вот последний, правильно? Ну, на самом деле мы говорили про цифровую печать на текстиле, про то, как это интересно, полезно и только-только развивается и может развиваться дальше. Но де-факто у нас получилось немножко про другое. Если есть какие-то вопросы, я или мои коллеги, наверное, готовы будут ответить. Если вопросов не будет, пишите, обращайтесь к нам или в типографии. У нас здесь есть у всех стенды на выставке. Да, Александр? Вопрос следующий. У вас на диаграмме было количество текстиля цифрового производимого в России. Есть ли данные, сколько из этого объема именно печать на натуральной ткани составляет? Нам удалось, журналу цифровой текстиль удалось собрать данные по продажам оборудования. Мы понимаем, сколько оборудования есть в мире. Я очень, в России, я очень хочу попытаться сосчитать данные по продажам текстиля в России, по печати текстиля. Продажи мы точно не сосчитаем в этом году. Если это получится к лету, я с удовольствием поделюсь об этом. Это будет в следующем номере журнала. Нам очень интересно делать различные исследования российского рынка. Бизнес только развивается. Хочется понимать, где ты находишься, где находятся другие компании. Ну, а потребителям, наверное, очень будет интересно знать, что очень много можно сделать с помощью цифровой печати. То есть мне кажется, что нет того материала, на котором нельзя напечатать. Вот тут была история про холофайбер. То есть печатать можно на всем, главное правильно подобрать технологию. А если мы говорим о том, что нужно где-то печатать, то правильно подобрать на того партнера, который будет для вас что-то печатать. А ваши фантазии, они могут быть практически безграничны. И они могут быть как в области дизайна, так в области материалов, так и в области технологий. И для того, чтобы печатать, наверное, размещая какие-то свои заказы, надо лучше в технологиях развиваться. Поэтому, наверное, еще небольшая рекламная пауза, посвященная самому журналу. Если хочется больше знать, чего можно, где можно сделать или как можно сделать, читайте журнал «Цифровой текстиль». Хорошо, всем спасибо. И если будут какие-то вопросы, с удовольствием ответим. Да, слушаю. У вас в презентации была информация, что сейчас не хватает печатных производств. Правильно? Это мое утверждение, да. Я считаю, что так оно есть. А на чем оно основано? Ну, в России есть, вернемся к цифрам, порядка, не порядка там. Сейчас уже около 40 промышленных принтеров работают в России, порядка 50 принтеров, которые печатают по натуральным тканям небольших принтеров. этого объема мало. Они 24 на 7 работают, зашиваются? Это зависит от того, как работает какая компания. Вот Евгений сказал, что он вырос по сравнению с прошлым годом в два раза. Я уверен, что не все принтеры так работают. Но есть компании, если мы говорим про небольшие принтеры, которые купили уже пять принтеров. Такая же история наблюдается среди промышленных производств. Самая крупная компания в России, занимающая, к сожалению, печати по синтетическим тканям, ненатуральным, она работает на рынке производства шторы покрывал. У них пять промышленных принтеров. Из них два принтера они купили в прошедшем 20-м году, который вроде бы был кризисный, ковидный и очень тяжелый. Рынок развивается, но оборудования явно не хватает. То есть цифр конкретных пока нет? То есть это эмпирическая информация? Это эмпирическая информация, что не хватает? Цифр конкретных нет? Цифрки фактически, а ощущение, что не хватает оборудования, оно мое эмпирическое утверждение, да. Но я в этом практически уверен. Я думаю, что вот в соседнем зале с выставкой Интерткань проходит выставка Инлигмаш. Там представлено достаточно большое количество оборудования для печати. Если подойти к поставщикам оборудования, они скажут, что они уже сегодня какой-то третий день выставки, довольны результатами выставки. Количество желающих людей что-то купить, оно очень велико. Есть спрос, есть потребность, соответственно, оборудования не хватает. Еще какие-то вопросы? Тогда всем спасибо. Было очень приятно вас здесь видеть. До свидания.